Прежде чем мы начнём этот разговор, всё и с тем, что ко мне ходоки пошли по некоторым вопросам, я хотел бы публично озвучить проблему. Может, кто-то ответит на некоторые вопросы из присутствующих. Вице-премьеру, премьер-министр, глава комитета государственного контроля выслушал это. Но поскольку следствие по этому делу идёт, я не могу многие факты озвучивать, но те, кто пытаются на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Как пример ООО «Бабушкина крынка». Знаете такое предприятие? Александр Михайлович тоже, наверное, знает, да? Вам желательно это внимательно послушать. В сентябре 2019 года на должность директора назначен господин Скитов. Сформировал свою команду. Многие любят об этом говорить. Команда, мы тут. Я всегда вас уберегал от этого. Никаких команд. Должна быть структура управленческая и прочее. Свою команду менеджеров, новую с бытовую политику, полностью замкнул на себя финансовые потоки. Но смотрите, назначает на всех смели под контролем губернатора. Это Александр Михайлович, не вы там были тогда? Не вы. Ну да, был Заяц. Всех смели. Первый заместитель. Щучинский завод автопровод. Нестерович. ООО «МАС». Я не называю фамилии. Директора филиалов назначают бабушкины крынки. Начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП. Они, кстати, курировали Борисовский мясокомбинат, где этот Скитов работал до всего времени. Наверное, эти милиционеры и прочее так хорошо контролировали этот мясокомбинат, что он их потащил с собой в Могилев. Бывший водитель Скитова. Водителя начальником назначил. По производству сыров Белынишский – это бывший Борисовский комбинат хлебопродуктов. И родственники – двоюродный племянник, двоюродный брат и сын. Ну как же без этого? Опускаю эти все следственные действия. В результате… Это года два мы работали с бандами этими. 26 человек задержано, на данный момент 15 арестованы. Арестованы. Смотрите, чтобы не разбежались. В результате оперативно-ростных мероприятий вылим взятые в разработку в обществе 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции Радоотечественных молокоперерабатывающих предприятий. То есть сейчас начнут выть и кричать, было дело врачей, было дело еще кого-то, сейчас дело молочников. Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для всех. Я просто взял бабушкину крынку, но отвечать будете все. Притом жестоко будете отвечать.